Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Отмечено, что органы государственной власти выполняют все свои расходные социальные обязательства, предусмотренные бюджетом Карачаева, Черкесии. Заработная плата, выплата социальных пособий, реализация других мер поддержки различным категориям граждан, финансирование идет своевременно, отметил руководитель субъекта. Кроме того, в плановом порядке ведется реализация государственных программ и приоритетных национальных проектов. Участники мероприятия также обсудили ход работы по формированию проекта республиканского бюджета на следующий год и трехлетнюю перспективу. Как и прежде, бюджет Карачаева, Черкесии сохранит свою социальную ориентированность. По поручению главы региона Рашида Тимрезова, республика продолжает оказывать дополнительную помощь военнослужащим, мобилизованным от Карачаева, Черкесии. Так, после обращения военного комиссариата в региональное отделение партии «Единая Россия» в пункт временного пребывания призывников были направлены две микроволновые печи и два кулера. Помощь была оказана депутатам Государственной думы от Карачаева, Черкесии Джошарбеком Узденовым. Информацию комментирует руководитель регионального исполнительного комитета Карачаева-Черкесского отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Региональное отделение с момента начала специальной военной операции ведет работу по оказанию помощи и жителям Донбасса, и в частности нашим военнослужащим. Сейчас весь упор работы регионального отделения сформирован в рамках работы оперативного штаба, который создан по решению главы республики Рашида Тимрезова. И в рамках работы оперативного штаба региональное отделение сейчас ведет работу по оказанию помощи и самим мобилизованным, и семьям мобилизованных, которые сегодня, допустим, находятся в такой сложной жизненной ситуации, в решении каких-то вопросов, которые касаются их семей. Эта работа, она и дальше будет вести семенал, исходя из тех потребностей, которые будут и у наших мобилизованных, и у их семей, которые находятся здесь. Общественно-народный фронт Карачао-Чекеси запустил региональный сбор для поддержки бойцов специальной военной операции. По словам руководителя регионального ОНФ Людмилы Капушевой, теперь перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей нашим военнослужащим стало гораздо проще, благодаря уникальному QR-коду. Кроме того, здесь же продолжает работу пункт сбора гуманитарной помощи. Для участия в проекте можно обратиться по Ленина, 34, республиканской столицы. Штаб сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, организованный в Зеленчукском районе. Существует необходимость в консервах, тушенках, супах быстрого приготовления, воде, батарейках, теплых носках, перчатках, белье и термобелье, а также влажных салфетках, перевязочных материалах, газовых горелках, оболончиках и многом другом. На днях очередной груз с гуманитарной помощью отправлен из нашего региона в Донецк. Его инициатор – председатель комиссии по содействию духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан Общественного совета при МВД по республике Марат Узденов. Вместе с товарищами он собрал порядка 3,5 тонн различных товаров и лично отвез в один из прифронтовых городов. Груз жизненно необходим. Наши люди откликаются, сами звонят, сами предлагают, у меня есть это, у меня есть то, давай привезем. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Азрета Узденова, Баты Ивальдара с его племянниками, братьев Айбазовых, Ахмата Сычкхена, который дал две тысячи пар носков теплых именно нашим военнослужащим, чтобы я отвез, и заводу Бабуген, который постоянно дает возможность нам отправлять туда воду. Очень много воды мы уже отправили на территорию ДНР, ЛНР. Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для мобилизованных добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Право на кредитные каникулы появится также у членов семей мобилизованных, включая супругов и лиц, которые находятся у них на еждивении. Каникулы будут распространяться на кредиты, взятые до призыва. Подробности у начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии Залины Шевхужевой. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике сообщает, что исполнительные производства в отношении мобилизованных могут быть приостановлены. В соответствии с частью 2 статьи 40, если должник является участником боевых действий или признан по призыву в ряды вооруженных сил Российской Федерации, то исполнительные производства могут быть приостановлены полностью либо частично. Заявление о приостановлении исполнительного производства можно будет подать в пункт военного комиссариата. Более того, близкий родственник может подать данное заявление при наличии своего паспорта, удостоверяющего личность в любом структурном подразделении. И это заявление судебным приставам исполнительным рассматривается в течение суток и принимается решение о приостановлении исполнительного производства полностью либо частично. И хотелось бы отметить, что приостановление исполнительного производства относится ко всем категориям исполнительных производств. Суд в Карачаево-Черкесе Судом установлено, что 6 мая 2021 года обвиняемый, не выполнив требования законодательства по обеспечению безопасности, организовал сплав на надувной лодке «Рафте» по реке Большой Зеленчук группе туристов из города Саров из 11 человек. В результате преступного отношения мужчины к возможным последствиям своих противоправных действий, в ходе сплава произошло столкновение лодки с наклонившимся со стороны берега деревом, которым зажал «Рафт» между ним и поверхностью воды, что привело к смерти женщины, наступившей от утопления. В целях установления истины по уголовному делу следователям получено заключение необходимых экспертиз, допрошены все лица, участвовавшие в сплаве, и иные свидетели, получены сведения о состоянии реки и погодных условиях, а также проведены иные следственные процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, назначил подсудимого наказания в виде трех лет лишения свободы условно. В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о том, что в результате действий диверсионных формирований на территории Карачаево-Чикесии двое жителей поселка Московского получили травмы и доставлены в лечебные учреждения. Служба информации связалась с Управлением внутренних дел республики, чтобы узнать, соответствует ли эта информация действительности, комментирует оперуполномоченный Центра противодействия экстремизму Оксана Кочубеева. В сети интернет через мессенджеры распространяется голосовое сообщение о том, что в республиканскую больницу доставлены два человека, получившие травмы в результате подрыва планшета, который они нашли в микрорайоне Московский города Усть-Жигуты. МВД по Карачаево-Черкесской республике официально заявляет, что данное сообщение не соответствует действительности и носит фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано. В полиции проводится работа, направленная на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к распространению недостоверной информации. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. Еще для трех тысяч жителей Карачаево-Черкесии благодаря участию в президентской программе до газификации бесплатно провели газовые коммуникации до земельного участка, рассказывает советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ Акционерного общества «Газпромгазораспределение Черкесск» Наталья Солянкина. На сегодняшний день компанией «Газпромгазораспределение Черкесск» принято 3150 заявок на дегазификацию, из них по 2800 заявок заключены договоры и 731 абонент фактически получает газ по данной программе. Наиболее активными направлениями в данном случае являются Зеленчукский район, Рубский район и город Черкесск. Проголосовать также можно, отправив индивидуальное или коллегиальное заявление почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в Москву до 26 ноября. Голосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса учитываться не будут. В случае, если заявление, направленное почтой России, содержит более одного населенного пункта, будет учтен только первый из перечисленных населенных пунктов. Гражданин России, 18 лет и старше, может проголосовать за выбор населенного пункта, но только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован. По данным Министерства цифрового развития Крача и Черкесии, по итогам голосования в 2021 году для подключения к сети интернет были определены два населенных пункта Прикубанского района. Специалисты Россети Северный Кавказ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершили в Крача и Черкесии запланированный на текущий год капитальный ремонт линии электропередачи общей протяженностью более 43 километров. Необходимые работы проведены на отдельных участках 16 высоковольтных лэб, обеспечивающих электроэнергией все районы республики. В частности, на энергообъектах установлено 204 птицезащитных устройства и 637 изоляторов. От деревесно-кустарниковой растительности в охранной зоне лэб расчищено 23 гектара. Ремонтные работы, направленные на бесперебойное электроснабжение потребителей, проведены на межсистемных линиях электропередачи Суворовская-Баргустан, Зеленогорская-Кичибалык, Иркин-Шахар-Беломечетская и Беломечетская-Георгевская, которые соединяют энергосистемы Ставропольского края и Карача-Чжикесии. Для повышения надежности электроснабжения горнолыжных курортов Тиберда-Дамбай-Архыз и Высокогорного Кубанского ущелья в нормативное состояние приведены линии электропередачи Касаева-Поляна, Тиберда-Горная, Горная-Ганачхир, Черкесск-Зеленчук и Зеленчук-Лунная-Поляна. Расчистка просек и ремонт отдельных участков проведены также на лэб-преградной Курджинова и Сторожевая-Преградная, по которым осуществляется электроснабжение отдаленных населенных пунктов Урубского района. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования в Карача-Чжикесе открыты шесть современных мастерских по нескольким направлениям. Дошкольное образование, преподавание в младших классах, агрономия, эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское дело и кондитерское дело. Мастерские располагаются на базе трех колледжей республики. Аграрно-технологическом колледже индустрии питания, туризма и сервиса Карача-Чжикесском педагогическом колледже имени Умара Хабекова. Помещения также станут использоваться в качестве площадок для получения дополнительного образования, курсов, повышения квалификации по заявкам работодателей и профессиональной переподготовки специалистов по направлениям службы занятости. Оснащение позволит создать условия для практической подготовки учащихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Россия. В 2022-2023 годах в республике планируется открыть еще 16 мастерских разной направленности в колледжах региона. Меры профилактики правонарушений несовершеннолетних обсудили в школах Черкеска. Приглашенные эксперты, педагоги и родители обсудили вопросы, касающиеся профилактики вовлечения учащихся в различные субкультуры, роста преступности среди несовершеннолетних и в их отношении, роли родителей и педагога в защите детей от травли, буллинга, а также вовлечения школьников в группы риска в различные формы досуга. Эксперты акцентировали внимание родителей на том, что их роль в воспитании детей первостепенна. Взрослым очень важно уметь анализировать, различать изменения в поведении своих чад, выстраивать отношения на основе доверия, а при необходимости обращаться за помощью к специалистам. Кинотеатр Чарли начал продажу билетов на первый в истории художественный фильм на абазинском языке «Три брата». Он будет демонстрироваться три дня – 4 и 6 ноября на абазинском языке, 5 ноября на русском. Начало сеанса в 14 и 19 часов. Приобрести билеты можно в кассах и на официальном сайте кинотеатра Чарли. Напомним, фильм «Три брата» снят по мотивам сказки Татлуцтана Табулова, как «Три брата князя обманули» в рамках программы организации «Алашара». Автор сценария, режиссер, постановщик и главный оператор Аслан Апсов дополнил сказочные произведения различными эпизодами, наполнил его духом народа, дав возможность почувствовать, чем жили и как жили абазины в незапамятные времена. В Архизе проходит молодежный форум «Межкультурный диалог», приуроченный к вековому юбилею трех республик – Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Порядка ста молодых людей обсуждают вопросы развития межкультурного диалога в трансформирующемся мире, профилактики экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. Спикерами и экспертами форума выступят преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители органов власти, духовенства и общественности. В рамках четырехдневного мероприятия будут организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы. Федеральный кубок по бизнес-боям ждет команды школьников выезд Карачаева-Черкесии. На третьем всероссийском чемпионате по финансовой грамотности и предпринимательству новое масштабное событие. С 14 по 25 ноября впервые в России пройдет федеральный школьный кубок по бизнес-боям. Это дистанционное соревнование команд по публичной защите управленческого решения бизнес-кейса и публичной экспертизе управленческого решения соперниками, то есть проведение устного обмена высказываниями представителей двух противоборствующих команд с целью достижения победы над соперником. За победу и очки в общем рейтинге всероссийского чемпионата будут состязаться учащиеся 6-11 классов. Все подробности можно узнать на сайте чемпионата. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра сегодня по Карачаево-Черкесии облачные с прояснениями погода, утром местами дождь в горах с мокрым снегом, а в отдельных районах туман днем преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла, в горах местами плюс 4-9. В Черкесии днем без существенных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 15. Таковы некоторые события Республики. Новостной блок провела Рита Нирова. На правах рекламы С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Как не стать жертвой мошенников? Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова